Влад вышел на залитую солнцем улицу и вдохнул воздух полной грудью. Посмотрел на голубое небо, утопающее в листве деревья, стаи птиц. Многие в суете дней давно не обращают внимания на окружающую красоту, но только не Влад. Недавно жизнь для него приобрела новый, особый смысл. Почти три месяца молодой человек провел в больничных стенах, и все из-за собственной глупости. В один из выходных дней с друзьями решили погонять на мотоциклах в нескольких километрах от города. Неудачный поворот внезапно выбросил Влада с мотоцикла на обочину. Очнулся уже в больнице, Влад лишь потом узнал, что был на волосок от смерти. Большая кровопотеря угрожала жизни, и спасти Влада могло лишь переливание крови. Сделать это нужно было очень быстро, счет шел на минуты. Обычное дело для врачей-профессионалов. Но у Влада редкая группа крови, четвертая. Найти донора с такой группой крови сложно даже в большой городской больнице, что уж говорить о маленькой провинциальной. Но, видимо, парень родился под счастливой звездой. Один-единственный донор нашелся, и Влада спасли. Как только молодому человеку стало немного легче, родители перевезли его в фешенебельную дорогую клинику в центре города-мегаполиса, где они жили. Родителей Влада, Марию Алексеевну и Сергея Николаевича, все называли везунчиками. Собственный процветающий бизнес, дом полная чаша, даже личный штат прислуги имеется. Многие им завидовали. Злые языки поговаривали, что именно чрезмерной завистью люди пытались накликать беду на успешных предпринимателей и их сына, 23-летнего Влада. Влад, дорогой, как ты себя чувствуешь? На перебой спрашивали сына Марии Алексеевны и Сергея Николаевича, лишь только молодому человеку стало лучше. Мама, папа, все просто замечательно. У меня ничего не болит, только голова еще немного кружится. Но это пройдет. Я счастлив, что все обошлось. Искренне говорил Влад, растрогав родителей до слез. Парень уже строил планы на будущее, но самым первым пунктом его плана было знакомство с человеком, который спас ему жизнь. Интересно, кто он? Чем занимается? Какая у него семья? Эти вопросы не давали Владу покоя. Он от души хотел поблагодарить этого человека за чудесное спасение. Мама, как мне узнать домашний адрес моего донора? Я очень хотел бы с ним встретиться, спросил Влад. Мария Алексеевна смутилась, чем очень удивила сына. Ну, Влад, ты же знаешь, что это непросто. И потом, сейчас беспокойное время, людям очень тяжело. Наверное, им не до твоих благодарностей. Мам, что ты такое говоришь? Я решил и сделаю это. Расскажу своему спасителю про себя. Ведь я живу благодаря ему. Влад ни секунды не сомневался в правильности своего поступка. Марии Алексеевне не оставалось ничего другого, как согласиться с решением сына. Получить нужный адрес было действительно непросто. Ведь по закону разглашение такой информации не допускается. Но настойчивость Влада и влиятельность его отца растопили сердца врача. Под свой страх и риск он рассказал про донора и дал адресные данные. Мужчина, спасший Влада, был преподавателем в местной школе. Звали его Евгений Владимирович. Уважаемый всеми человек, любимый как коллегами, так и учениками. К великому сожалению, он недавно попал в аварию, не справившись с управлением на размытой дождем дороге. Спасти его не удалось. Евгений Владимирович был добродушным и отзывчивым к чужим бедам. Про таких говорят человек с большим сердцем. Он всегда хотел быть полезным людям. Незадолго до своего ухода, зная о своей редкой группе крови, обратился в центр переливания. Вдруг людям потребуется кровь, а я тут как тут. Влад был очень расстроен, узнав о гибели Евгения Владимировича. Но это не остановило молодого человека. Он очень проникся историей школьного учителя и захотел поблагодарить его родственников. Не мешкая, решил поехать в родной город Евгения Владимировича. Тот самый, где с ним произошел несчастный случай. Ухоженный, тихий провинциальный городок встретил Влада теплым солнышком, невероятно красивыми клумбами из цветов и улыбающимися лицами прохожих. Последнее его приятно поразило. В городе-мегаполисе, где он жил, редко такое встретишь. Целая лавина людей заполняет метро, городской транспорт, улицы. Все заняты своими проблемами, не замечая друг друга. Молодой человек без труда нашел старенькую пятиэтажку по указанному адресу и уже через пару минут нажимал на кнопку звонка входной двери. Никто не открывал. Влад нажал «Еще» и «Еще раз». «Что вам здесь нужно? Разве вы не понимаете, что никого нет? Отойдите от двери», – недовольно сказала пожилая женщина из квартиры напротив. «Здравствуйте. Я знаю, что тут живут родственники Евгения Владимировича Мельникова. Мне нужно их увидеть», – слегка опешив, ответил Влад. Соседка укоризненно глянула на него и с прежним недовольством спросила. «А ты кем им будешь?» «Я…» – замешкался Влад, не зная, что ответить. «Друг семьи». «Вот что, друг. Идите отсюда, по-добру, по-здорову. Говорю же, вам нет здесь никого». Алевтина в больницу загремела, сразу же, как узнала про смерть Женечки. «А больше здесь никто не живет». «А в какой больнице? Скажите, пожалуйста, мне очень важно это знать», – крикнул Влад, уже закрывающий дверь соседки. «Ну, хорошо. Скажу вам. В третий городской. Дальше выясняйте сами». Оказалось, не все так просто, как думал Влад. Но это не заставит его отказаться от намеченной цели. Молодой человек нашел больницу и узнал, в какой палате лежит Алевтина. Больше двух часов ему пришлось томиться в холле больницы в ожидании времени, отведенного для встреч пациентов с родственниками. В голове его одна за другой мелькали мысли. Что он скажет женщине? Как она отреагирует на его признание? Будет общаться или прогонит? Когда стрелки часов приблизились к четырем, Влад вместе с людским потоком ринулся вверх по лестнице. Приоткрыв дверь палаты, Влад увидел пожилую женщину, сидящую на кровати. Она смотрела отсутствующим взглядом в окно. По всей видимости, это мама погибшего мужчины. Женщина даже не повернула головы в сторону открывшейся двери. Влад в перебранке с соседкой Алевтины не успел спросить ее отчества и пришлось обращаться просто по имени. «Алевтина, здравствуйте! Можно с вами поговорить?» Женщина нехотя повернулась. Ее старческое лицо с грустными, глубоко посаженными глазами выражало безразличие и тоску. Она не проронила ни слова, и Влад продолжил. «Меня зовут Влад. Я тот, кого спас ваш сын, Евгений Владимирович. Мне перелили его кровь, и теперь, благодаря ему, я живу». Вдруг Алевтина зло сверкнула глазами и сказала Владу. «А мне-то что с того? Женечки больше нет, а значит, жизнь моя закончилась. Я даже похоронить по-человечески не смогла из-за его глупости несусветной. По завещанию приказал его кремировать. Все хотел людям помогать, как безумный. А кто ему помог? Кто? Уходи, не хочу тебя видеть». Затем пожилая женщина демонстративно отвернулась и вновь устремила свой взгляд в окно. Влад предполагал многое, чем может кончиться эта встреча. Но чтобы так? Нет, такого исхода молодой человек не ожидал. Глупо, обидно, жестоко. Но ничего не поделаешь. Нужно уезжать обратно, несолоно хлебавши. Вдруг дверь палаты распахнулась, и на пороге появилась стройная, обворожительной внешности девушка. «Здравствуйте, вы у бабушки были?» Спросила она. «Да, был. Сейчас ухожу», – сказал Влад. «Алина, где ты бродишь? Мне пора уже лекарства давать, а тебя и след простыл». «Бабушка, уже бегу», – ответила девушка. Влад в подавленном настроении сел на стул в коридоре возле палаты. Права была мама, когда говорила, что не стоило сюда ехать. Неожиданно дверь палаты открылась, и из нее выпорхнула все та же девушка. «Постойте, подождите», – крикнула она вслед уходящему Владу. «Вы простите бабушку. Она у нас по жизни такая, строгая и требовательная. А после смерти папы до сих пор не может прийти в себя. Ей многое пришлось пережить, потому и нрав суровый. А как вас зовут? Влад, я сегодня приехал, чтобы повидать вашу бабушку и вас». И молодой человек рассказал Алине причину своего приезда. «Правда? Как же здорово, что вы поправились. Теперь вы нам почти как родственник. А бабушка поймет и еще будет общаться с вами. Вот увидите», – искренне обрадовалась Алина. В это мгновение Влад понял, что утопает в ее красивых, больших голубых глазах и не может отвести взгляд. «Давай на «ты», – предложил он. «Может, пообедаем вместе. Где у вас есть хорошее кафе?» «Да, конечно, давай на «ты». Здесь недалеко есть уютное кафе. Там отлично готовят», – сказала девушка и с удовольствием приняла предложение Влада. Молодые люди замечательно провели время. Алина рассказала Владу про своего отца, Евгения Владимировича. Отец воспитывал ее вдвоем с бабушкой. Мама ушла из жизни, когда девочке не было еще пяти лет. Алина тепло вспоминала папу и бережно хранила совместные с ним фотографии. «Эти фото всегда со мной в моей памяти и сердце», – сказала она. Алина показала Владу некоторые из них на экране мобильного телефона, а потом добавила. «Знаешь, в тебе есть кровь папы, и мне теперь кажется, что он близко, рядом со мной. Только руку протяни». Девушка рассказала, что работает в цветочном магазине флористом. И только любимая работа спасла ее от дикой боли, когда папы не стало. День неумолимо приближался к завершению. А у Влада был взят билет на вечерний поезд. Он понял, что не хочет уезжать. У него возникло непреодолимое желание видеть и слышать Алину каждый день, любоваться ею. Дарить ей самые лучшие слова. Влад не догадывался, что Алина испытывала то же самое чувство. Позже они назовут это любовью. «Можно я приеду к тебе еще?» – спросил с надеждой Влад. «Да, конечно, да», – воскликнула Алина. Влад вернулся в свой город в хорошем, приподнятом настроении. Поделился своей радостью с родителями. К величайшему изумлению Влада родители не поддержали его порывы общаться с Алиной. «Сынок, а может, еще подумаешь, ну зачем вот так сходу встречаться с первой попавшейся девчонкой? Ты же знаешь, первое впечатление зачастую обманчиво», – сказал Сергей Николаевич. «Лучше присмотреться к девушкам вокруг тебя, дочерям наших партнеров. Они образованы, умны, красивы. Любая из них могла бы стать для тебя достойной партией», – вторила мужу Мария Алексеевна. Влад был вне себя от разочарования. «Вы что, с ума сошли?» «Алина не первая попавшаяся девчонка. И тем более, мама, я никогда не женюсь на девушке, только потому что она дочь вашего делового партнера. Несмотря на то, что я вас очень люблю, если будете запрещать мне встречаться с Алиной, уйду из дома. Не смей мне ставить ультиматумы. Ты еще в жизни ничего не достиг, чтобы разговаривать со мной в таком тоне», – повысил голос Сергей Николаевич. Влад настолько был ошарашен реакцией близких ему людей, что не знал, что ответить, и просто вышел из комнаты. Всю ночь родители не могли сомкнуть глаз. «Господи, ну и угораздило же Влада влюбиться в дочь этого Евгения. Зачем я только выпросил для него адрес донора?» – расстраивался Сергей Николаевич. «А я же предупреждала, что не стоит его туда отпускать. Добром это не закончится. Что же теперь делать?» – с горечью спросила женщина. «Скажем правду о его происхождении. Ничего другого не остается. Нужно было, конечно, раньше это сделать, но судьба распорядилась так», – сказал Сергей Николаевич. А наутро их ждала записка от Влада на столе в гостиной. «Уехал на выходные к понедельнику Буду». Влад не мог жить без своей Алины. Несколько дней без нее были вечностью. Он с нетерпением ждал выходных, чтобы увидеть любимую. И оттого вчерашний поступок родителей казался ему глупой, дерзкой выходкой. Почему они так резко негативно отнеслись к его девушке? Ведь они из тех редких богачей, которые никогда не кичились своим статусом и материальным положением. А тут вдруг такое. «Зачем тебе, Анна, присмотреть к дочерям деловых партнеров?» Как это все чудовищно нелепо. Влад еще лет десять назад решил, что женится на той, которая сумеет завладеть его сердцем. И вот это случилось. Именно сегодня Влад решил сделать любимой Алине предложение руки и сердца. И его не волнует, как это воспримут родители. Если в штыки, то он вырвется из родительской опеки и будет снимать квартиру. Хотя у него еще не очень большая зарплата, но профессия программиста в современном мире стремительно набирает обороты и дает Владу большие возможности, в том числе финансовые. Так в раздумьях пролетели два часа, которые отделяли влюбленных друг от друга. «Вот моя Алиночка!» – воскликнул Влад, увидев девушку на перроне вокзала. «Как ты, любимая? Я очень скучал по тебе. Все хорошо, родной. Я тоже очень-очень скучала. Нежные поцелуи и крепкие объятия, казалось, будут длиться бесконечно». Заметив прохожих, косившихся на влюбленную парочку, Влад сказал. «А пойдем в наше кафе, в котором мы были в первый день знакомства. У меня для тебя есть сюрприз». Изучая проспект меню, какой кофе выбрать сегодня, Владу пришла в голову ошеломительная идея. «Алина, давай на этом проспекте напишем клятву верности в любви друг к другу и будем всегда ее хранить, независимо от того, сколько нам будет лет, 30 или 90. Ты согласна?» Девушка с улыбкой кивнула. «Теперь клятва верности всегда будет с ними и на бумаге, и в сердце». «Это еще не все. Алиночка, выходи за меня замуж», – с трепетом сказал Влад и протянул девушке коробочку с кольцом. Алина на секунду замерла. Ей казалось, что время на миг остановило свой бег, чтобы запечатлеть этот момент. «Да, я, конечно, согласна». Радости Влада не было предела. Он был счастлив, как ребенок, давно мечтавший о заветной игрушке. «Сегодня день необыкновенный. День сюрпризов. И у меня тоже есть сюрприз для тебя, Влад. Пойдем на обед к нам домой. Бабушка тебя приглашает», – предложила Алина. «Как? Алевтина Степановна? Приглашает меня? Но ведь она не хотела меня видеть и даже выгнала из больницы», – удивился Влад. «Бабушка замечательно разбирается в людях. Она видит, как я счастлива, общаясь с тобой. И поняла, что ты хороший человек». Интуиция не подвела Алевтину Степановну. Она лично убедилась в порядочности Влада и серьезности его намерений по отношению к внучке. Ледяной укоризненный взгляд женщины сменился на доброжелательный. Исчезли без участия и равнодушия. Это была еще одна маленькая победа Влада. Он сумел найти ключик не только к сердцу Алины, но и подход к ее близкому, родному человеку, бабушке. Выходные дни пролетели, как одна минута. И вновь перрон прощания влюбленной пары. «Алиночка, не переживай. Рабочие дни пролетят быстро, а на выходные я приеду снова». Алина еще долго стояла на перроне и смотрела вслед уходящему поезду. Не смогла сдержать слез. Она поймала себя на мысли, что боится думать о нахлынувшем на нее счастье. Ей казалось, что если она позволит себе сказать, что счастлива, то счастье рассыплется на тысячи мелких осколков. Так же думал и Влад, вспоминая Алину по дороге домой. Едва молодой человек переступил порог, как его окликнула мама Мария Алексеевна. «Влад, нам с папой нужно серьезно поговорить с тобой». «Ну, начинается. Звучит угрожающе», – подумал Влад. Обычно он прислушивается к родителям, но только не в этом случае. «Влад, сынок, выслушай нас, только сразу не перебивай. Нам жаль, но придется расстаться с Алиной, даже если она тебе нравится». Отец, Сергей Николаевич, кивнул головой в знак поддержки. «Нравится? Да я ее люблю. Сегодня предложил Алине выйти за меня замуж». У Влада даже задрожал голос от возмущения. «Сын, нам жаль, но…» «Все, это уже слишком», – крикнул Влад. «Я иду собирать вещи, перееду на съемную квартиру. Если передумаете насчет Алины, звоните, поговорим». И Влад решительно пошел к двери. «Евгений Владимирович, твой отец, твой настоящий отец». Последняя брошенная вслед фраза заставила Влада вернуться. Он ошарашенно смотрел на родителей и ничего не мог понять. Они же всю жизнь называли его сыном, а он их мамой и папой. Как же может быть иначе? «Мам, это правда? Евгений Владимирович, мой донор, это мой отец?» «Да, это правда. А Алина его дочь. Значит, твоя сестра». Влад опустился на диван, обхватив голову руками. Он не мог, не хотел верить в случившееся. «Мама, папа, не хочу, отказываюсь в это верить», – дрогнувшим от бессилия голосом сказал Влад. «Это все равно, что у него отняли жизнь. Без Алины жизнь – это так, существование». «Знаю, сынок, в это сложно поверить. Я нашла старые фотографии. Вот, взгляни». Влад смотрел на пожелтевшие от времени фотографии, и к нему начало приходить осознание того, что все сказанное родителями – правда. Жестокое, но правда. На одном фото изображен тот же самый человек, которого он видел на фотографиях Алины в кафе. Это Евгений Владимирович. На обратной стороне фотографии сделана подпись. Любимой Машеньке, на долгую память. На другом фото – мама вместе с Евгением Владимировичем на фоне фонтана. Стоп. Влад знает это место. Оно напротив кафе, где они с Алиной с удовольствием проводили время. «Но как? Как это могло произойти, папа?» – спросил Влад у Сергея Николаевича. У молодого человека язык не поворачивался назвать его по-другому. «Эта история случилась до знакомства мамы со мной. Она тебе сама сейчас расскажет». Мария Алексеевна нервно сжимала пальцы рук. Было заметно, что ей неловко и тяжело об этом говорить. «Мы познакомились с Евгением еще студентами. Вместе учились в одной группе. Поначалу были просто друзьями. Я сомневалась, стоит ли завязывать с ним серьезные отношения. Но Евгений был очень обходительный и настойчивый, и я сдалась. Жили мы на съемной квартире, маленькой однушке на окраине города. Женя предлагал мне выйти за него замуж, а я была к этому не готова. Сошлись на том, что повременим с этим делом, пока не заимеем собственного жилья. А потом в моей жизни появился Сергей. Сергей Николаевич, тот, которого ты зовешь папой. Он приехал в наш город в командировку на пару дней. Мы случайно встретились в кафе и влюбились друг в друга. Невероятно, но это была любовь с первого взгляда. От этих слов жены Сергей Николаевич невольно улыбнулся. Прошло столько лет, а он помнит все до мелочей. Красивая, стройная блондинка сидела одна за столиком в кафе, ожидая официанта с утренней порцией кофе. Она сразу завладела вниманием и одновременно сердцем Сергея. То, что случилось дальше, было похоже на сказочный сон. Любовь была настолько сильной, что Мария и Сергей не видели никаких препятствий на ее пути. Мария Алексеевна тяжело вздохнула и продолжила рассказ. А потом я сказала Евгению, что ухожу от него. Это было ужасно по отношению к нему. Но, как оказалось, еще не самое страшное, что произошло. В последний день, когда я собирала вещи, окончательно поняла, что беременна. Срок уже был почти два месяца. По признакам, подозревала беременность и раньше, но надеялась, вдруг это просто легкое недомогание. На момент зачатия я еще не знала Сергея. Мы приняли совместное решение сразу пожениться, а отцом ребенка записать Сергея. Евгению я ничего не сказала. Вот такая вот история, сын. А сейчас она аукнулась нам через столько лет. Мария Алексеевна очень нервничала и волновалась. Она никогда даже предположить не могла, что придется всю эту историю рассказывать сыну. А еще она испытывала чувство огромного стыда. Ей было стыдно за причиненную Евгению боль. Ведь она, собственно, ручно лишила его сына, а он, сам того не зная, спас жизнь своего ребенка. Влад был опустошен, раздавлен произошедшим. Умом он понимал, что вся эта история с родителями правда. Но сердце, сердце кричало «нет». Оно по-прежнему было наполнено любовью к Алине. Время ушло далеко за полночь, а Влад до сих пор не сомкнул глаз. Ему казалось, что больше не будет сна, не будет радости, не будет любви, не будет ничего. Лишь под утро Влад забылся обрывистым коротким сном. Но этот сон стал самым ярким и солнечным в его жизни. В нем он был с Алиной. Они держали друг друга за руки. В какое-то мгновение руки разжались, а потом соединились вновь. Влад услышал нежный голос Алины. «Все будет хорошо, милый». Он проснулся с легким сердцем, а в мыслях не было отчаяния и боли. Скоропалительно решил поехать к Алине, не дожидаясь выходных. Родители, увидев сына, не могли поверить своим глазам. Вместо обидчивого, укоризненного взгляда они прочли в глазах Влада добродушие и участие. «Мама, папа, мне нужно поехать к Алине. Надеюсь, вы меня понимаете». Мария Алексеевна и Сергей Николаевич лишь слегка кивнули головой. Всю дорогу Влад думал, как рассказать обо всем Алине и что теперь будет с ними, ведь все хорошо было только во сне. После вчерашнего звонка Влада Алина была приятно удивлена и радовалась предстоящей встрече. Как обычно, девушка прибежала на перрон встречать поезд, в котором ехал Влад. Вот он ее, Влад, родной, любимый. Он по-прежнему задорно улыбался и обнимал ее. Только в уголках глаз Влада Алина заметила грусть. «Может быть, по чашечке кофе в нашем любимом кафе?» – предложила она. «Да, конечно, Алиночка». Влад понял, что откладывать больше нельзя. И он честно рассказал Алине всю историю своей семьи, о которой узнал только вчера. К его удивлению, на лице Алины вместо ужаса и разочарования появилась улыбка. «Алина, как же так? Ты даже не расстроилась? Неужели ты мечтала о том, чтобы быть моей сестрой? С чего ты взял, что я твоя сестра? Ведь твои родители, когда уехали из города, больше никогда не интересовались судьбой Евгения Владимировича и сделали неправильные выводы по поводу меня. Моя мама была замужем два раза. Я родилась от ее первого брака. А Евгений Владимирович – второй мамин муж. Он удочерил меня. Я была очень маленькая тогда, и он стал для меня папой. А после смерти мамы для меня не было ближе и роднее человека, чем папа». «Так это правда? И ты мне не сестра?» – спросил удивленный Влад. «Нет, не сестра. Я твоя невеста», – улыбаясь, сказала Алина. Спустя еще немного времени Влад и Алина начали жизненный путь вместе. Каким он будет, зависит от них. Но хочется надеяться, что любовь навсегда поселилась в их сердцах. Берегите и любите друг друга при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. И тогда счастье всегда будет рядом с вами.